Еще год назад ученики Бурмистровской школы радовались новой пристройке к зданию, оборудованной по современным стандартам. Спустя год ребят ждет новая радость. На базе их школы состоится открытие центра «Точка роста» в рамках нацпроекта образования. В этом году по всей стране открываются центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Бурмистровская школа – одна из них. В сентябре эти кабинеты уже будут не узнать. Два класса школы переоборудованы под помещение центра «Точка роста». Из новейшего оборудования – 3D-принтеры, квадрокоптеры, имитаторы ранений, различные тренажеры. Их только предстоит установить. Специфика понятна. Здесь будут по-новому погружать в изучение информатики, технологии и ОБЖ. Это деятельность ребят, которая направлена на то, чтобы думать, мыслить, извлекать информацию и обмениваться этой информацией с другими участниками вот этих образовательных программ. С новейшим оборудованием, с новейшей техникой. Все в очень таких приятных, ласковых, я бы сказала, тонах. И я думаю, что наши дети будут очень довольны. Помимо двух кабинетов, здесь разворачивают шахматную зону. В школе и раньше ребята обучались этой игре профессиональным педагогам. Теперь охват учеников будет выше, как и качество постижения шахматных композиций. Для нас это, конечно, большая радость, потому что больше возможностей. Материальная база оснащена просто по суперсовременным технологиям. Новейшее оборудование, которое уже начинает постепенно поступать. Ну и, соответственно, это больше интерес детей, я надеюсь, и педагогов, и, соответственно, качество образования по предметным областям, технология, информатика и ОБЖ. В точке роста будут заниматься после основных уроков школьники с 1 по 11 класс. После снятия ограничительных мер станут подвозить ребят из ближайших сел. В этом году еще один такой центр откроется в 4-й Венёвской школе. А всего за два года в Искитимском районе будут созданы 12 точек роста. Используя материально-техническую базу таких учреждений, детям всего района будет дана возможность равных условий развития.